Волонтеры, которые помогают украинцам, я состою там в тысяче чатах, где волонтеры, которые помогают там, помогают здесь, там. Я ни одного человека не знаю по имени. Все под никнеймами. И я знаю, что скоро в Берлин приедут две, как мне кажется, девушки, хотя я не уверена, что я точно знаю пол, точно знаю гендер, я не уверена. Но я, ну хорошо, приедут два человека, с которым вот мы работаем больше года по вывозу там херсонских заключенных через Верхний Ларс. И мы с ними впервые, не то что друг у друга, увидим. Я спрашиваю, вас как зовут? Я очень жду этой встречи, потому что совершенно героические люди вот избегают гендера, потому что я не знаю, с чего я взяла, что это девушки. А раньше никак, я раньше никак. Пока мне не позвонят, они напишут, что это мы. Я не узнаю, как их зовут. А еще я вчера узнала, что одна украинка, которая сейчас живет в Дормуде с двумя детьми, она из-под Харькова, село Кутузовка. У нее мужа гражданского забрали прямо в первые дни войны. На 9 марта 22 года последний раз я его видела. Она его вчера нашла. Она его вчера нашла. Он приравнен к военнопленным почему-то вдруг внезапно. И сидит в ВК-1 под Тулой. И он жив. Но дело в том, что ей до этого передавали там катушку с нитками, там внутри была от него записка. То есть он как-то пытался дать ей понять, что он жив. И мы все были уверены, что это передавали как-то через каких-то пленных, освобожденных через окошко и так далее. А сейчас, собственно, почему нашли парня? Потому что был обмен, освободился один парнишка, и он запомнил наизусть номер телефона, который ему продиктовали. Он сразу набрал. Он сразу набрал и сказал, что я сидел с вашим мужем год в одной камере. И мы вот так вот узнали полностью все подробности, что и как. И оказывается, оказывается, помогала ему, этому парню, и не только ему. Не только ему. Женщина, которая работает в тюрьме. В российской тюрьме. Я такое вижу первый раз в жизни. Я их ненавижу всех. И я всегда считала и считаю, что там нет ни одного приличного человека. А вот нашлась. А вот нашлась женщина, которая передавала записки, письма и так далее, и так далее. Она до сих пор работает, поэтому я даже не могу сказать, область какая. Сейчас он сидит в туалет, когда это был в другой зоне. И вот что мы будем делать дальше? Что мы будем делать дальше? Потому что, конечно, по-хорошему бы. Не то, что всех иллюстрировать. Всех сажать надо, кто работал и работает в российских тюрьмах. А вот есть одна геройка, которая продолжает работать и вообще рискует очень многим, вот этим всем занимаясь. И вот что ты с ней сделаешь? Хорошо, конечно, что в полу страстей послевоенных, мы пьем не того же. Но я надеюсь, что нет. Я надеюсь, что нет. Но люди, конечно, скрывают имена, скрывают свои поступки, но они есть. Они существуют. И вот мы нашли вчера украинца, который мы считали погибшим почти три года. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ